Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу в студии Махач Курбанов и, как всегда, короткий анонс в самом начале нашего выпуска. Обстоятельства устанавливаются. В Махачкале совершено убийство. Подозреваемый задержан. Подробнее через минуту. Полмиллиарда рублей на яйца. В Дагестане запустят новый цех по производству куриных яиц. Он откроется в Буйнакском районе. Школьник получил общественную награду «Народный герой Дагестана». После спасения 8-летней одноклассницы Абубакр Расулов проснулся звездой, но себя таким не считает. Подробности у наших корреспондентов. Ашлаг в Хунзакском районе. Олимпийцы и чемпионы Европы по вольной борьбе провели мастер-классы в местных спортшколах. Подробнее в спортивном блоке. Сегодня в Махачкале на улице Ирчи Казака совершено убийство. 34-летнему махачкалинцу нанес множественные ножевые ранения житель пригородного поселка. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Пострадавший скончался по пути в больницу. Убийцу задержали. На кадрах от очевидцев с места преступления окровавленное заднее сидение автомобиля. Вероятно, все произошло именно там. На другой же видеозаписи неизвестные мужчины вытаскивают тело убитого из машины и грузят в газель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 10 миллионов яиц в год. Дагестан запускает новый цех по производству куриных яиц. Он откроется на базе одного из КФХ в Буйнакском районе. А для его запуска было приобретено современное оборудование из Германии. В Мессельхозе сообщают, что для покрытия собственных потребностей в куриных яйцах в республике нужно порядка 30 таких цехов. Дагестан обеспечен яйцами лишь на треть. В регионе производится порядка 200 миллионов при потребности 900-950 миллионов. Чтобы покрыть этот пробел, ведомство намерено направить на развитие птицеводства до полумиллиарда рублей. Сегодня завершается сборка этого оборудования. Лучшее оборудование, которое производится сегодня в мире, это немецкая компания. Мощность этого оборудования, этого цеха 35 тысяч голов яйца, которые сюда будут посажены. Производство яйца около 10 миллионов штук в год. Такие цеха очень востребованы в Дагестане, потому что обеспеченность республики яйцом составляет около 30%. По улице Каркмасова стартовала эвакуация автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. После восстановления движения транспорта и укладки нового дорожного полотна в организацию дорожного движения были внесены изменения. Парковка здесь разрешена теперь только параллельно и только в специальных карманах. Дорожные знаки установлены по всему участку реконструкции по улицам Радищева, Каркмасова, Абубакарова и Кадырова. Дорожная разметка нанесена, а работа светофоров восстановлена. На месте работают эвакуаторы, вывозящие припаркованные под запрещающими знаками автомобили. Специалистами столичного управления транспорта и сотрудниками ГИБДД проводится разъяснительная работа с водителями. Если участники движения будут соблюдать правила дорожного движения и не нарушать, останавливать транспорт под запрещающими знаками, то распространенность на данном участке будет увеличена. Здесь мы перед перекрестком увеличивали полосы и сделаны три полосы. Правая для поворота направо, средняя прямо и крайняя левая для поворота налево для разворота. Скверы имени Фазуалиева и борцов революции в Махачкале в ближайшее время откроют после реконструкции. Практически все строительно-монтажные работы завершены. Сейчас производится установка объектов уличного освещения. Идет подготовка к установке малых архитектурных форм. В скверах провели зонирование. Есть зона отдыха для родителей и малышей. Воркаут-площадка и летний мини-амфитеатр. Также планируется высадка зеленых насаждений, крупномерных лиственных деревьев. Самолет легендарного летчика Юсупа Акаева все-таки будет восстановлен. Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на ситуацию с воздушным судном Героя СССР. Он поручил Минкульту Дагестана в недельный срок разобраться в вопросе и проработать все варианты, связанные с реставрацией и дальнейшей судьбой останков. Глава пообещал держать ситуацию на личном контроле. Напомним, разрушенный самолет уже несколько лет стоит под открытым небом во дворе Буйнакского историко-краеведческого музея. А вопрос с его реставрацией никак не решается. Около 200 домов планируют отремонтировать в 2022 году в Дагестане. Как сообщили в Фонде капитального ремонта, количество отремонтированных жилых строений в регионе увеличивается ежегодно. В прошлом году привести в порядок удалось 177 многоквартирных домов, что на 45 домов больше, чем в 2020 году. Такие показатели специалисты связывают с ростом собираемости взноса на капремонт. В рамках реализации программы капитального ремонта в 2021 году фондом отремонтирован 177 многоквартирных домов. Дополнительно также в рамках ЧАЭС, то есть это у нас в двух домах были пожары, и также в восьми домах не было горячего водоснабжения у людей. В рамках постановления правительства Республики Дагестан по ЧАЭС были проведены также дополнительно в 10 домах капитальный ремонт. В общем, 187 домов отремонтированы в 2021 году. В текущем 2022 году по программе краткосрочного плана запланирован капитальный ремонт в 65 многоквартирных домах по республике. Однако эта цифра будет меняться, то есть вносится проект изменений, дополнительно включаются дома практически во всех 10 муниципальных образованиях. Также при должном софинансировании со стороны правительства Республики эта цифра может дойти до 198 домов, в том числе 9 муниципальных районов добавляются в краткосрочный план. Но только в том случае, если на это будут выделены средства. Количество многоквартирных домов, которые ежегодно ремонтирует фонд, напрямую зависит от оплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений. То есть основным источником финансирования капитального ремонта остаются ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Хотелось бы призвать собственников помещений на квартирных домов, чтобы исправно оплачивали взносы на капитальный ремонт, так как это может привести к судебным издержкам, дополнительным штрафам и расходам. Администрация Махачкалы продолжает работу по высвобождению тротуаров общего пользования. Проводимые работы идут в рамках благоустройства пешеходной части улицы Картмасова. Самовольно установленные лестницы разрушают специалисты управления архитектурой и градостроительства. Проектировщики ведомства накануне представили утвержденную конструкцию новых входов. Все они будут оборудованы пандусами, а лестницы не займут много места. Горожане смогут посодействовать в благоустройстве набережной и Ильтавского леса. Семинар в рамках подготовки проекта по регенерации природной среды экосистема Махачкала пройдет в эту субботу в 12.00. Мэрия приглашает желающих принять участие в открытом обсуждении проекта. Дополнительную информацию и регистрацию на мероприятие можно получить в социальной сети Instagram project.dall. На улице Фермерская в Дербенте началась укладка первого слоя асфальта. Протяженность улицы составляет 2700 метров. Здесь также установлены столбы электрических передач. Местами расширили дорожное полотно до 7,5 метров. И установили кармашки для парковки транспортных средств. Ежедневно на объекте работают от 5 до 10 единиц техники и 15 рабочих. Работы проводятся в соответствии с графиком. Напомним, что в конце прошлого года на улице Фермерская началось строительство школы на 804 места. И реконструируемая дорога будет вести к новому образовательному учреждению. На сегодня уложен асфальт первый слой 1200 метров, крупнозернистый, толщиной 8 сантиметров. Уложены по всей длине бордюрные камни, колодцы, хосфекальной канализации, ливневой канализации. До конца этого года в Дагестане отремонтируют 70 километров трасс, ведущих к туристическим местам. На эти цели выделено более 2 миллиардов рублей, из которых 800 миллионов рублей – это средства федерального бюджета и почти полтора миллиарда – республиканского. Ремонты пройдут в пяти районах. Одним из основных объектов станет автодорога Махачкала-Буйнакск, Леваши, Верхний и Гуниб. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Сборы повышенного налога на большие зарплаты в Дагестане составили 1,3 миллиарда рублей. Имея при этом сравнительно низкие общие поступления НДФЛ – 28 миллиардов рублей в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Так, республика оказалась в первой десятке регионов по сбору 15% налоговой ставки с граждан, чьи доходы составляют свыше 5 миллионов рублей в год. Опередив по этим показателям Краснодарский край и почти поравнявшись с Татарстаном. Специалисты связывают это с регистрацией в Дагестане одного из нескольких крупных индивидуальных налогоплательщиков. После введения этого налога в федеральный бюджет поступило почти 83 миллиарда рублей. Честование героя продолжается. После спасения 8-летней одноклассницы Абубакра Расулова стали посещать СМИ и представители власти. Его приглашают в гости и награждают призами. Вот и сегодня юный школьник получил общественную награду «Народный герой Дагестана». Для вручения ордена его посетила делегация из Хасавюрта, в числе которых олимпийский чемпион Заур Угуев. А затем с медалью на груди мальчик направился на встречу с представителями Муфтията. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Ему только 8 лет, а он уже «Народный герой Дагестана». Это главная общественная награда в республике. И несмотря на свой юный возраст, он получил ее совершенно заслуженно. Ведь мальчик, рискуя собственной жизнью, спас одноклассницу. Именно для таких отважных людей и была создана награда. Для вручения ордена его посетила делегация из Хасавюрта, в их числе олимпийский чемпион Заур Угуев. Было принято решение наградить нашего маленького героя удостоверением и предоставить его к ордену «Народный герой Республики Дагестан». На сегодняшний день высшая общественная награда республики. Данную медаль изготавливали специально монетам в дворе Санкт-Петербурга, чтобы подарить нашему маленькому герою. Мы надеемся, что у нашего Абу-Бакара будет такая же награда, как и у Заура. Народный герой Дагестан. Он все еще это не понимает. После спасения девочки на Абу-Бакара направлено всеобщее внимание. Его посещают СМИ и представители власти, спортсмены и общественники. Сегодня его вместе с семьей пригласили на встречу в Муфтии от республики. Там их приняли, провели экскурсию и вручили памятные подарки. Рядом мой пример нужно нам всем тоже, и молодежи, особенно подрастающим поколениям в таких вещах пример брать. То, что будет выращивать и мужество, и храбрость, и отвагу, и в нужном уменьшении, чтобы вот так на фону всегда пришли. Тебе огромная баракала от лица муфтията тоже. Отсюда ты столько знаний получишь, и будешь тоже рассказывать. Договорились? Вот это тоже тебе. Это тоже тебе. Изучение Паранты. Ты Муальмуса не читал? Уран-Умечечка. Уран-Умечечка. Это новые книги выпустили как раз для этой. Их, чтобы ты сам тоже прочитал, закрепил, и другим тоже преподавал. Расулу Расулу и Абакарову, как и мать супруги, за достойное воспитание сына, и привить ему качество благородства, порядочности и высокой нравственности. Это тебе говорят. Родителям баракала говорят. Хорзалат. Хорзалат. Да, я хорзалат. Мы довольны. История мальчика – это наглядный пример того, что героями не рождаются, ими становятся. Одним своим поступком Абубакр вдохновил тысячи людей. Он напомнил нам о лучшей черте человека, о неравнодушии. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее обзор коротких новостей, которые подготовил Хамзан Нурмагомедов. Житель Дагестана лишился своего автомобиля Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. Он нарушил ПДД 245 раз на сумму около 300 тысяч рублей. Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества. Вырученные средства от продажи автомобиля пойдут на погашение задолженности. Об этом сообщили в Управлении судебных приставов. Контрафактный товар на сумму более 600 тысяч рублей изъяли в Хасавюрте. Предприниматель одной из торговых точек незаконно продал вещи под марками трех известных фирм. Мужчина 40 лет арендовал помещение с 2016 года. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. В исправительной колонии номер 7 в Кумтар-Калинском районе задержали мужчин, которые пытались перебросить через ограждение мобильные телефоны. При обыске у нарушителей обнаружили и изъяли три свертка, обмотанных скотчем, в которых находились два мобильных телефона, три зарядных устройства, 10 сим-карты, два проводных наушника. Мужчины 22 и 25 лет попали под административные правонарушения. Дагестан лидирует по обороту нелегальной табачной продукции. Его доля составляет 43%. Это наивысшие показатели среди регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Помимо этого региональный кабмин намерен усилить работу по противодействию незаконной продажи обуви и алкоголя. И о спорте. Настоящий аншлаг в Хунзахском районе собрали борцы вольного стиля. Олимпийцы и чемпионы Европы провели мастер-классы в местных спортшколах. В райцентре золотой медалист Игр в Токио Заур Угуев, а также победители континентального чемпионата Махмуд Магомедов и Курбан Шираев рассказали юным вольникам о ключевых моментах своей карьеры. Делегацию спортсменов сопровождал глава района Нурмагомед Задиев. Спортсмены показали свои коронные приемы, а после настала очередь детей. Ребята провели показательные схватки и поучаствовали в викторине. Самым удачливым достались спортивные костюмы и другие подарки. Нас встретили все очень добродушно. И детишки, которые были в зале, когда их глаза горели, когда увидели нас, желаю им побед, чтобы они очень хорошо тренировались, слушались волны своих тренеров, своих родителей. И еще они добьются своих результатов, чтобы оставили себе цели и цепляли дисциплину. Своими секретами мастерства известные борцы поделились и с молодежью села Харахи. Здесь в местном спортзале борцы также показали приемы, которые не раз выручали их в самый ответственный момент. Я взял руку и голову, отсюда проснул ногу и положил на два пола. И выиграл схватку. И всталет, я выиграл схватку и выиграл за 8-10 секунд сразу. Гости отвечали на самые разные вопросы. Что дают занятия спортом, как справляться с большими нагрузками и решать самые сложные ситуации на ковре. Основное внимание сконцентрировали на дисциплине и строгом соблюдении режима. В таких залах тоже я тренировался с маленьких лет и до такого уровня дошли. Все получится. Главное, цель стать. И те люди, сучат родителей. Все получится. В завершение встречи борцы преподнесли будущим чемпионам и их тренерам ценные подарки от депутата Госдумы Сагид Паши Умаханова. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с ННТ. Смотрите нас и на сайте nntv.ru. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова